Привет, дорогие друзья! Ну что, соскучились по еженовостям? Могу вас понять, на прошлой неделе выпуска не было, но на то были свои причины. Зато на этой неделе я просто-таки бомблю контентом. Как вы, наверное, могли заметить, ролики выходят чуть ли не каждый день, и это уже третий подряд. Надеюсь, то, что вам нравится, и, соответственно, вы поставите лайк, подпишитесь на канал, расскажете всем своим друзьям, и вообще будете довольны моим творчеством. Обсудить нам точно есть что. Совсем в древней двухнедельной давности новости я вдаваться, конечно, не буду, хотя и там тоже были всякие интересные вещи. Но на этой неделе столько всего произошло и столько разных слухов появилось, что нам хватит на целый выпуск. Ну, собственно, даже одной единственной темы хватило бы на этот самый выпуск. Это официальное подписание двух футболистов в локомотив. Артема Дзюба и Игоря Смольникова. Эти футболисты отныне и на ближайшие полгода будут защищать красно-зеленые цвета. Ну, а кроме этого, официальный уход Мампасси, несколько слухов, окончание второго сбора и начало третьего. Я думаю, что мы сосредоточимся именно на этих темах. Затягивать не буду. Главная новость – это подписание Артема Дзюба и Игоря Смольникова в футбольный клуб «Локомотив». Произошло все максимально быстро и даже без каких-либо сливов в телеграм-каналы. Ну, фактически, нам анонсировали покупку Артема Дзюба и Игоря Смольникова за сутки до того, как они подписали контракт. Во вторник в телеграм-канале Inside.carp появилась новость о том, что они могут перейти, а в среду их уже ловили с видеокамерами в Лужниках у медицинского центра, где обычные игроки проходят медицинский осмотр. Уже в среду был подписан фактический контракт, была официальная новость на сайте. Хотя еще за несколько часов до того, как официальный пресс-релиз появился на сайте «Локомотива», фотографию Дзюба и Смольникова с футболками «Локомотива» слили, разумеется, в сеть. Кто и как это сделал, непонятно, но факт остается фактом. Кто-то втихаря умудрился сделать фотографию из офиса «Локомотива», и такое тоже бывает. Уже в четверг Артем Дзюба прилетел в Арабские Эмираты и заселился в отель, где, собственно, «Локомотив» начинает третий сбор. И в пятницу они провели первую тренировку. От первого слуха до появления на тренировке прошло буквально три дня. Это огромнейшая оперативность, с учетом того, что до этой самой тренировки еще нужно было добраться на самолете. Новость, что ни говори, бомбовая. Артем Дзюба – это человек, который умеет подрывать пердаки. И после объявления, собственно, того, что Дзюба переходит в «Локомотив», болельщицкий лагерь разделился, ну, не наполовину. Это было бы большим преувеличением сказать то, что болельщики разделились на две половины. Тем, кому нравится этот переход, и тем, кому не нравится. Нет, тех, кому не нравится гораздо-гораздо больше, я могу их понять. Репутация у Дзюбы, прямо скажем, не блестящая. Дзюба – это очень яркий футболист, который всегда любил быть в центре внимания и частенько попадал в разные рода неприятные ситуации. А болельщики, естественно, это все запоминают, записывают и формируют благодаря этому свое отношение. Разумеется, наилучшее отношение у болельщиков к ребятам, которые особо не отсвечивают. Ну, где-то есть там на какой-то периферии, ну и бог с ним. Те же игроки, которые любят свет софитов, любят взгляд камеры, постоянно дают интервью, они обычно вызывают вполне-вполне заслуженный хейт. Правда, надо сказать, что непосредственно вот за шкваров, за которые можно было бы ненавидеть Дзюба, у него не так уж и много. Да, кто-то может вспомнить историю давнюю в «Спартаке», дескать, он украл у кого-то кошелек из раздевалки, но это все недоказанная история. Были различные амурные дела, были конфликты с тренерами, хотя все стороны этих конфликтов отрицали наличие этих самых конфликтов, что Дзюба говорил, что у него все нормально с Черчесовым и Карпином, что Черчесов и Карпин говорили, что у них все нормально с Дзюбой. Но почему-то пресса постоянно все это раздувало, а дыма, как известно, без огня не бывает. В общем, Дзюба человек, который последние 10 лет был постоянно на виду, и не сказать, что только своими голами и передачами. Зато этих самых голов и передач было действительно много. Вообще говоря, за свою достаточно долгую карьеру, которая включала не только «Спартак» и «Зенит», но и достаточно скромные «Ростов», «Томь» и «Тульский Арсенал», Артем Дзюба успел забить больше 250 мячей. Это если считать вместе со сборной России, где он тоже вполне себе рекордсмен. Кроме этого, он еще и много ассистировал, и на его счету больше 100 голевых передач за все эти клубы. Цифры на самом деле уникальные, потому что такое количество голов и голевых передач забивали буквально единицы людей. Вот мы, например, в «Локомотиве» гордимся Дмитрием Сычевым, но Дмитрий Сычев за свою, ну, гораздо более короткую карьеру, надо сказать, чем у Артема Дзюбы, забил в два раза меньше голов. У него их всего там 118. У Дзюбы, напомню, больше 250. И еще вдобавок к этому больше сотни голевых передач. Да, эти цифры больше похожи на что-то вот из древних времен, типа Дмитрия Ласькова, типа Олега Веретенника. Вот они там долго бомбили большими цифрами, и действительно что-то подобное собрали. Ну и, естественно, главный противник всей жизни Артема Дзюбы – это Александр Киржаков. За ним вот он гонится, гонится, и, кажется, скоро даже догонят. По крайней мере, в этом видится одна из мотиваций Артема Дзюбы – забить больше, чем Александр Киржаков. Другая мотивация – это доказать всем, что рановато вы списали Артема Дзюбы. Последние полгода у Дзюбы, прямо скажем, не задались. После того, как закончился контракт с Зенитом, который те не стали продлевать, Артем решил начать свою европейскую карьеру, но и выбрал для этого Турцию. Контракт ему предложил середняк турецкого футбола Адана Димирспор. Там, кстати, играл Марио Балателли, еще один такой достаточно заметный, нападающий, у которого тоже много разных историй бывало. Так что им вроде как не привыкать справляться со сложными характерами. Но, судя по всему, они так и не поняли, зачем и почему им вообще нужен Артем Дзюба. Минут он на поле практически не получал, сам он чувствовал себя некомфортно, тренер его критиковал. Ну и закончилась эта история так же быстро, как и началась, с разрывом контракта полюбовно. Ни Дзюба не имел никаких претензий к турецкому клубу, ни в Адане Димирспор тоже особо к Дзюбе претензий не имели. Ну вот что-то не получилось. И разошлись полюбовно, никто никому ничего должен не остался. А Дзюба еще с октября оказался в статусе свободного агента и искал клуб. Новостей о том, где может оказаться Дзюба, было довольно много. Сначала он вроде как хотел продолжить свою карьеру где-то за рубежом. Он называл из Цервена Звезда. Какой-то шутник вбросил про Голландию. Могли возникнуть и какие-то другие варианты в Турции, но уже где-то в январе стало понятно, что Артем Дзюба хочет вернуться в российскую премьер-лигу. Возникало предложение от Торпедо, но, судя по всему, Геркуса опять не поддержала руководство. Может быть тренера, может быть еще кто-то. Ну, в общем, у Геркуса с Дзюбой история давняя. В свое время, в 17-м году, Дзюба мог пополнить состав локомотива и очень хотел Семин. Геркус, в общем-то, тоже не был против Дзюбы, но высшее руководство в лице Анатолия Мещерякова сказало, что что-то за ним много скандалов и наложило вето. Тогда уже был трансферный комитет, который имел право накладывать вето и запрещал Илье Геркусу совершать сделки в одиночку. Торпедо у Дзюбы не получилось. Тоже кто-то наложил вето, уж не знаю кто. И тогда Дзюба поехал в Нижний Новгород и тоже вроде уже все было на мази. Уже даже говорили о том, что контракт с Дзюбой одобрил лично губернатор Нижегородской области. Но тоже чего-то пошло не так. И вот теперь уже точно официально Дзюба в локомотиве. Лично мне Дзюба нравился всегда. Я люблю ярких персонажей. Я прекрасно понимаю, почему он может злить и раздражать других людей. Но я ничего с собой поделать не могу. Я вот таких вот балагуров и весельчаков люблю. Для меня у Дзюбы не было таких зашкваров, после которых я бы воротил нос от него. Как, например, вот с Александром Кокориным, которого в тюрьму усадили за то, что он избил человека в кофемании. Или как, например, с Романом Еременко, которому дали годовой бан за применение допинга. Не просто допинга, а конкретно наркотиков. Да, вот за такими вещами Дзюба замечен не был. А то, что он кого-то там троллит, то, что он постоянно выпячивает себя, то, что он себя любит, так это и прекрасно. Футболисты должны быть такими. Другое дело, конечно, если ты выпячиваешь себя как великого футболиста, но при этом играешь как говно, то это выглядит как клунада. Но эта история ведь не про Дзюбу. Дзюба вполне себе по праву может считать себя героем Чемпионата мира 2018 года наравне с Игорем Акинфеевым и Марио Фернандесом. И весь этот багаж голов, который у него есть, весь этот багаж чемпионств, кубков и других трофеев, которые у него есть, они говорят сами за себя. Да, этот игрок уже вписался в историю российского футбола и вполне себе имеет право шутить и балагурить, и любить себя. Поможет ли он Локомотиву? Вот ведь в чем главный вопрос. И здесь мне кажется, то, что размен, который произошел в последние дни, уехал Марко Раконец в Цервену Звезду, а приехал Артем Дзюбу, однозначно в пользу Локомотиву. Потому что, как ни крути, но Дзюба, наверное, все-таки футболист посильнее, чем Марко Раконец. Даже в нынешней своей форме, когда ему 34 года, ну, навряд ли Раконец сильно быстрее, чем Артем Дзюба. А в плане понимания футбола, в плане умения вести борьбу, в плане умения занять позицию внутри штрафной и никому ее не отдать, Дзюба, конечно, на две головы выше, чем Раконец. По крайней мере, прямо сейчас. Возможно, через два года, когда Дзюба уже будет ходить с тросточкой по полю, а Раконец наконец-то расцветет, я скажу о том, что, ну вот, Марко, конечно, гораздо сильнее, чем Дзюба. Но прямо сейчас, ну, очевидно, что Дзюба нам поможет гораздо больше. Здесь еще очень важна финансовая история. Я об этом много раз говорил раньше, но смотрите, когда раньше мы покупали The Luish, мы тратили, допустим, там 5,5, 6 или 7 миллионов евро по разным источникам и подписывали контракт там на 2,5-3 года. То есть мы должны были платить The Luish в течение многих лет, а The Luish довольно травматичный чувак и при этом уже достаточно возрастной, чтобы не давать никаких гарантий, что и через 3 года он тоже будет таким же крутым, как и в момент подписания. Но мы даем ему большой контракт, мы даем ему большие деньги на длительный срок и оказывается то, что The Luish помогает нам буквально первые полгода, после чего ломается и локомотива уже не нужен. И вспомните, как в свое время мы подписывали Джефферсона Фарфана, когда он пришел фактически бесплатно по знакомству со Штофельхаусом, ему дали контракт на полгода с обещанием продлить на следующие там 2 года, если все будет нормально, если здоровье будет Фарфану позволять играть и сам Фарфан захочет играть в этой лиге за этот клуб. И мы получили шикарного нападающего. Но мы могли его не получить, эта история с достаточно большим количеством рисков. Возрастные футболисты, они имеют такое свойство, что да к черту этот футбол, все, я уже всего достиг, я что-то попробовал, что-то позанимался, надоело. Фарфан оказался не таким, мы получили классного футболиста, но если бы мы не получили, мы бы просто разошлись полюбовно, через полгода Локомотив бы особо ничего не потерял. Теперь история с Дзюбой. Она, конечно, гораздо ближе к истории с Джефферсоном Фарфаном, потому что контракт заключен именно на полгода, и это очень дешевый контракт. По нему Дзюба будет получать 2,5 миллиона рублей по мнению Ивана Карпова, 5 миллионов рублей по мнению футбольного Биги и разных других источников, но в любом случае это очень небольшие деньги, которые клуб точно может себе позволить. Да, в год, даже если Дзюба будет в Локомотиве год, а не 4 месяца, как сейчас договорено, Дзюба получит меньше миллиона евро. Но согласитесь, еще год назад или два года назад представить себе, что Дзюба придет в Локомотив на зарплату меньше миллиона евро, было невозможно. Его зарплата исчислялась там 3 миллиона, 4 миллиона евро, сколько он там в Зените получал. Сейчас вполне себе маленькие деньги и это очень и очень здорово. Я не могу сказать, что я в каком-то диком восторге от прихода Артема Дзюбы в клуб. Ну, наверняка можно было сработать чуть лучше, начни Локомотив работать раньше над своими приобретениями. По крайней мере, мне кажется, что приобретение Владимира Сычевого Писарского, как он нынче себя именует, было бы гораздо лучше для клуба с точки зрения поступательного развития, условно говоря. Потому что Дзюба это точно не решение проблемы с форвардом. Это откладывание проблемы на лето. А вдруг Кухта вернется летом? А вот мы же не знаем, а вдруг он вернется? И тогда все сразу станет хорошо. Да, но тем не менее, все равно эту проблему летом нужно будет решать. В то время, как если бы мы в декабре подписали Писарского, то мы бы получили форварда на ближайшие 2-3-4 года. И мне кажется, то, что Писарский обладает сейчас всеми плюсами, которые есть у Дзюбы, плюс еще несколькими. Он явно побыстрее, он, собственно, помоложе и может достаточно долго демонстрировать высокий уровень. А по Дзюбе мы будем задаваться вопросом, сколько он будет еще играть каждые фактически полгода, если не чаще. Но тем не менее, это хоть какое-то решение проблемы. Тем более, что проблемы у локомотива довольно большие. Мы находимся на 14-м месте и права на ошибку у нашего клуба нет. Нам точно, нужно побеждать, а для того, чтобы побеждать, нам точно нужно забивать голы и зарабатывать столь необходимые нам очки, чтобы не бороться за выживание, не оставаться в зоне переходных матчей, а вполне себе уверенно себя чувствовать. И, как мне кажется, в решении этой задачи нельзя перестараться, нельзя сделать слишком много, потому что, если ты сделаешь слишком мало для решения этой задачи, ты окажешься в ФНЛ. А вот если ты сделаешь слишком много, Ну, ты окажешься там, не знаю, на десятом месте, на девятом месте, на восьмом месте Ну, это как бы, ну и хорошо, да, в конце концов будет очень приятно Если буквально там через месяц, через полтора мы такие обнаружим себя уже на десятой строчке И будем думать, ха-ха-ха, как мы зимой боялись того, что упадем в ФНЛ Да, очень хотелось бы себя обнаружить в этой ситуации Но очень неприятно было бы оказаться в ситуации, когда мы находимся по-прежнему на четырнадцатом месте И вдруг оказывается то, что, блин, а что-то мы за последний месяц забили два гола, у нас сломался Игнатьев А Никишин слишком молодой для того, чтобы забивать стабильно Вот в этой ситуации я бы точно оказываться не хотел Внимательный зритель спросит, а что это вы все от Дзюбе да от Дзюбе? Ведь там было еще одно подписание И правда, вместе с Артемом Дзюбой пришел его давний сокоматник по Зениту, по сборной России Игорь Смольников И это подписание удивило, конечно, гораздо больше, чем подписание Артема Дзюбы Потому что, ну, на нападающего мы более-менее рассчитывали А я при этом, так как смотрел очень много форвардов за январь и часть декабря Понимал то, что, ну, качественного нападающего из-за рубежа мы вряд ли привезем Поэтому, ну, кандидатура Дзюбы, в общем и целом, встретилась мною с пониманием А Игорь Смольников-то как возник? Правый защитник, который разорвал контракт Торпеда еще в декабре Вдруг оказался на радарах у клуба И очень многие задаются вопросом, а зачем, собственно, он нужен Локомотиву? Мне кажется, ответ здесь прост Правые защитники Локомотива это Максим Нинахов и Дмитрий Живоглядов Мы с вами все предыдущее время, уже не один год говорим о том, что так, как играют наши правые защитники Играть в футбол нельзя Это очень плохой футбол Это очень слабый футбол Они создают очень мало моментов Они очень плохо подключаются в атаку И они вообще не то, чтобы непроходимые в обороне Поэтому, мне кажется, что Галактионов посмотрел на все это В товарищеских матчах постоянно Живоглядовым менял Нинахов, Нинаховым менял Живоглядов Никто из них не выбился в лидеры у Галактионова Никто из них не сыграл там больше одного тайма за раз Ну и, наверное, Галактионов сказал, что Блин, ну я не могу с этими защитниками ничего сделать Они все время тупят и отдают передачи назад, как мы будем забивать Ну и взяли Игоря Смольникова, который был свободным агентом и как раз себе искал клуб Ну а почему нет? Полгода-то он сыграет А там, глядишь, Сельянов вернется Или Саможникова подпишем Или границы откроет, и мы сможем покупать европейских футболистов Ну а почему нет-то? В общем, как мне кажется, это вот такая вот временная история Временная затычка, которую попросил лично Галактионов Потому что правые защитники ему не понравились Вообще говоря, Смольников действительно может стать такой затычкой Потому что первые полгода он провел в Торпедо И был одним из самых ярких футболистов Этого терпящего бедствия футбольного клуба Но Игорь Смольников всю свою карьеру делал примерно одну и ту же вещь За каждый футбольный клуб, в котором он выступал Он получал мяч на правом фланге Он бежал вперед И подавал в штрафную Мне кажется, что примерно это сейчас Галактионову и нужно Потому что это простой футбол Который может достаточно стабильно приносить результат Приносить голы, приносить очки Ну а вот это и вот всей требухе новомодной Прессингу, выходу через пас, там входы в зону Ну этому клуб всему научится чуть-чуть погодя Сейчас клуб нужно вытащить из ямы Чтобы он почувствовал себя уверенно И над ним не давлел вот этот вот домуклов меч Переходных матчей, в которых мы сейчас находимся В общем и целом, ну честно говоря Ну пришел Смольников и пришел Вот у меня нету вообще никаких эмоций по этому поводу Нету даже той самой эмоции Что Смольников вообще говоря воспитанник локомотива И это довольно красивая история Закончить карьеру в том клубе, в котором начинал Да, даже этой эмоции у меня нету Учитывая сколько и где поиграл Смольников Включая то самое торпедо За которое его, наверное, сейчас многие болельщики не будут любить Пришел и пришел Поможет? Отлично Не поможет? Ну через полгода простимся, как не было В любом случае правый защитник это точно совершенно не та позиция На которой я не хотел бы изменений Ну давайте попробуем Смольникова Смотреть на Живоглядова и Нинаихова Честно говоря уже просто осточертело Лично я жду обоих уже в старте на матч с Уралом Который будет в это воскресенье На самом деле это довольно странно Потому что ни Смольников, ни Дзюба не проходили вот эту предсезонку Но я действительно жду, что они будут в стартовом составе Судя по видео с тренировки Они играют в тех же самых манишках В которых играют люди, которых мы уже привыкли причислять к стартовому составу Короче, ну есть ощущение, что да, они займут место в нападении Соответственно на правом фланге нашей обороны Ну и в этом действительно есть логика Несмотря на то, что мы не знаем в каких физических кондициях они находятся Мы не знаем в каком игровом тонусе они находятся Но просто то, что у Локомотива есть сейчас на этих позициях Ну оно все равно плохо Поэтому давайте уж учиться играть в футбол, как учат детей плавать Просто столкнем в бассейн, ну а там что-нибудь на Дзюбу где-нибудь закинут Что-нибудь Смольников там где-нибудь пробежит, навесит Уже хорошо, уже лучше, чем было От темы приходов давайте к теме трансферов на выход Вслед за Марко Раконецом ушел и Марк Мампаси Тоже в аренду, тоже с правом выкупа И да, у нас было в бинго межсезонье пункт о том, что Марко Раконец и Марк Мампаси Покинут клуб на правах аренды Но там не было того, что они уйдут с правом выкупа Так что казалось, что стоит отдать этих ребят Чтобы они где-то поиграли, чтобы они набрались опыта И вернулись с более сильными футболистами в Локомотив Сейчас ощущения, что эти футболисты в Локомотив вернутся, честно говоря, уже нету Ну, у Раконеца там совсем копеечная сумма выкупа Вроде как миллион евро стоит У Марка Мампаси мы пока не знаем Говорили даже про 3 миллиона евро Но я не верю, что Анталья Спорт Клуб, в который Марк Мампаси перешел Заплатит когда-либо за кого-либо 3 миллиона евро Но это суммы, которые по слухам А по факту, наверняка, даже если Мампаси вернется, его снова отдадут куда-нибудь в аренду Может быть, уже с уменьшенной суммой выкупа Ну, короче, не верю я то, что Марк Мампаси когда-либо еще сыграет за Локомотив Хотя игрок этот мне нравится И в товарищеских матчах неоднократно замечал о том, что у Марка Единственного из наших центральных защитников Есть качественная первая передача Он раз за разом может вывести мяч из-под прейсинга Пасом между линиями, чтобы начать атаку Локомотива У всех остальных это просто не получается Что Маккей, что Кузьмичев, что Конти Правда, Конти мы видели 10 минут Они в основном подсовывают мячи на фланге Текнезяну, Живоглядову Или просто шарашат куда подальше, вперед Даже не думая о том, достанется мяч своим или нет У Марка Мампаси в каждом матче были моменты Когда он перехватывал мяч и отдавал своему между линиями Тем самым начиная быструю атаку Что Локомотиву очень и очень важно Ну, теперь этого футболиста нету Посмотрим, как Локомотив будет справляться без этого Да, собственно, мне кажется, что во многом необходимость Игоря Смольникова и Артема Дзюба возникла как раз из-за того Что нету у нас сейчас людей, которые готовы качественно выходить из-под прейсинга Поэтому есть старый дедовский способ Выбей вперед, навяжи борьбу Никто лучше Дзюба этим в российском футболе заниматься не умеет Уход Марка Мампаси это еще и важная тема Что это очередной птенец Цорна немецкой вот этой стратегии Который покидает клуб И таких людей уже очень и очень много набралось И на контрасте с приходом Артема Дзюба и Игорем Смольниковым И уходом Марка Мампаси возникает мысль о том, что Все, новая стратегия, берем теперь только старых 35-летних Всех молодых продаем, больше нам молодые не нужны Будем играть клубом пенсионеров Но это такая вот память золотой рыбки Если вы видели, на моем канале есть шорт с трансляцией о том, что Ну вообще говоря, Локомотив не так давно приобрел Максима Глушенкова, Сергея Пеняева Локомотив подтянул Вадима Ракова и Михаила Щетинина И продолжает играть довольно большим количеством своих воспитанников Причем довольно молодых Мы просто с ними свыклись Мы уже привыкли о том, что там Дмитрий Баринов с нами уже много-много лет Но вообще этому парню 26 Не 36, 26 Это довольно молодой человек, который еще 8-10 лет спокойно за Локомотив отыграет Если, конечно, не перейдет в Бешикташ Да и Антон Миранчук совершенно не взрослый Не говоря уж там о Наирите Князяне О Константине Марадешвили О Иване Кузьмичеве Да еще о многих ребятах, которые на самом деле довольно-довольно молодые По крайней мере по общероссийским меркам Ведь хорошо известно, что до 24 лет футболист в России это подающие надежды Вот, например, Даня Куликов только-только вышел из когорты подающих надежды И, дай бог, наконец-то он их подаст Посмотрим, что будет дальше На данный момент мне не кажется, что идет прям вот именно целенаправленная распродажа всех людей, которых покупали при немецкой стратегии У каждого из них своя история Вот, например, уход Педрини Вот он, наверное, больше всех похож на избавление от наследия Цорна Но, с другой стороны, этот игрок просто не подошел характером под клуб Совершенно точно не сработался с российским костяком Захандрил, ему не понравилась погода Обещали то, что клуб скоро вернется в Еврокубке, а этого не произошло И вообще, ну, какая-то очень плохая атмосфера в клубе А тут еще и запрос от Сан-Пауло Естественно, Сан-Пауло, великий бразильский клуб И Педрини рванул туда Может быть, еще, кстати, вернется Через год агент этого совершенно не исключает Керк и Исидор получили предложение от достаточно больших клубов От Леона, от Антверпена Уж точно совершенно эти клубы в нынешней ситуации Явно более перспективны для этих футболистов С точки зрения продолжения карьеры По крайней мере, есть хоть какие-то шансы попасть в Еврокубки Которых в Локомотиве точно нету Ну и в целом, клубы хорошие, качественные И с претензиями на высокие достижения Мампас и Ирокандиац не играли в Локомотиве даже у немцев Тем более, они не нужны Галактионова Поэтому их уход мы предрекали даже в бинго-межсезонье Просто для того, чтобы они получали практику Ну а если их кто-то там купит, то и хорошо Ну и остается еще Тин Едвай, который тоже ушел этой зимой Но там тоже довольно простая история Едвай не критиковал только ленивый за ту игру, которую он показывал по осени И тоже вполне понятно то, что такой футболист Михаилу Галактиону особенно не нужен Он был нужен Гиздалью, он нужен был рангнику Для игры в высокий прессинг, для игры, где ты постоянно защитниками прессингуешь чужую штрафную площадь Но точно не для вдумчивой обороны, где важна позиционка, где важна подстраховка А не просто бежать, нагнетать, подавать, забегать в штрафную И не важно, что ты центральный защитник Так что вот на данный момент вроде все логично Но вот если дальше будут продавать фасоны, если дальше попробуют продать метая Это мне уже будет вот явным звонком, явным указанием на то, что действительно Никто из тех иностранцев, которых приобретали при немецком блоке Новому руководству уже не нужен С россиянами немножко другая тема Да, россияне, игроки молодежной сборной, они играли у того же Галактионова Их, наверное, можно оставить и князяна, и Мардишвили, и Кузьмичева Но иностранцы, да, это тема другая И если продадут, вот еще раз повторюсь, фасона и метая Тогда это уже будет вот прям точно, совершенно явный знак Что действительно просто решили избавиться от всех, кого покупал цорн, рангник, корнетка И вообще не вспоминать больше никогда про эту немецкую стратегию Этот подход мне, конечно, не нравится, но он тоже, наверное, имеет право на жизнь Ну и, кстати, про метая давайте не сильно уходить от темы Давайте перейдем к слухам Иван Карпов буквально вот незадолго до записи этого видео Выкатил достаточно большую телегу о том, что происходит в локомотиве И оказывается, в локомотиве недовольны тремя футболистами Которых хотят поскорее куда-нибудь трудоустроить Это Живоглядов и Нинахов, футболисты правого фланга, про которых я вам уже сказал И я прекрасно понимаю, почему Михаил Галакченов, может быть, им недоволен И Марио Митай, человек с левого флангой И здесь у меня есть достаточно большие вопросы Потому что, ну, прямо здесь и сейчас смены Тикнезиану нету вообще никакой Собственно, это и есть Марио Митай Который на самом деле себя хорошо проявляет И, как мне кажется, ну, Галакченов сейчас не то чтобы прям уверен в том Что основной левый защитник это Нинахов Тикнезиан Вот, например, в матче с Урарту левым защитником выходил Марио Митай И поначалу, ну, мне показалось, что матч он провел достаточно блеклый Но после этого Урарту сыграл с Зенитом И я увидел, как правый защитник Урарту, темнокожий футболист под вторым номером Просто извозил весь фланг Зенита И раз за разом подавал штрафную Входил в эту самую штрафную, делал разрезающие передачи Всего этого не было, пока он играл против Митая То есть Митай достаточно хорошо справлялся со своей задачей Против довольно сильного футболиста С которым, например, не справились футболисты Зенита В общем, мне Митай нравится Он может создать опасность впереди Он достаточно надежен сзади И он молодой при всем при этом Так что будет расти в цене Ну и, опять же, здесь и сейчас у Тикнезиана просто нету подмены Даже если считать Тикнезиана основным левым защитником Так что, ну, по крайней мере, в эту часть слуха Мне, честно говоря, верить не хочется Есть еще одна часть слуха, в которую тоже не хочется верить Это в то, что Локомотив ищет еще одного центрального защитника Это уж просто ни в какие ворота не резит Ну, нахрена Локомотиву еще один центральный защитник Ну, есть уже Макеев Уже есть Кузьмичев Уже есть Погостов Вы уже купили Конти Уже практически вознаился фасон Он уже принимает участие в мини-играх, там, в квадратах И, ну, да, он сейчас еще не в общей группе Но когда-нибудь он в ней точно окажется И это будет в феврале А в марте он уже сможет играть Ну, нафига вам еще один центральный защитник? Я просто этого понять не могу Но Карп достаточно часто попадает с инсайдами И не верить ему мы права не имеем А теперь давайте еще вспомним то, что летом к нам вернется Евгений Морозов Игрок, который в факеле стал основным защитником И очень даже неплохо себя проявляет Наш воспитанник с очень светлой головой Который при этом отлично играет на позиции центрального защитника И, разумеется, мы его отлично помним по нашему очному матчу с факелом Локомотив и воспитанники, которые играют против Локомотива Так что, ну, я честно буду очень сильно возмущен Если Локомотив приобретет еще одного центрального защитника Даже по Конте-то у меня есть вопросы Да, если бы это был приобретен Дюсен Я бы, ну, слова против не сказал Но Конте пока вообще непонятно зачем он нужен Но, тем не менее, пришел и пришел Но еще один защитник? Ну, прямо скажем, точно не то, что я бы хотел Я бы хотел игрока в центр поля Потому что наблюдать за треугольником баринов Куликов-Мордешвили Удовольствие, честно говоря, маленькое А центральных полузащитников с креативным навыком в Локомотиве, в общем-то, и нету Даже Михаил Щетинин, вообще говоря, в молодежке всегда считался вот именно Оборонительного плана, опорником, центральным полузащитником А Вадим Раков, которого ставят на позицию центрального полузащитника Центральным полузащитником не является вовсе Вот если туда, в центр поля найдут игрока такого, как, например, Мануэл Фернандеш Ну, давайте повитаем немножечко в облаках Который может и мяч вперед протащить, и в штрафную подключиться И ударить издали, и там, не знаю, со штрафного ударить И при этом отобрать мяч и сохранить его у команды И диктовать темп атаки Да, то есть, когда надо придержать, когда надо в касание сыграть Когда надо длинную, когда надо короткую Вот такого человека я бы очень сильно хотел Потому что Куликов таким футболистом, ну, мягко говоря, не является Но это мечты А на деле вот инсайды от Карпа о том, что Локомотив ищет очередного центрального защитника Видимо, будем играть по схеме 8-1-1 Ну, тоже ноу-хау Устал я, честно говоря, с вами уже разговаривать Спина болит И давайте просто подведем итоги второго сбора Который закончился матчем с Урарту и тренировкой в понедельник Затем были 4 дня отдыха И в пятницу команда собралась вновь уже на последний третий сбор Который завершится 20 февраля А 22 февраля Локомотив в Москве на стадионе РЖД Арена Сыграет с московским Спартаком Первом матче плей-офф Кубка России в сетке Венеров Даже если мы проиграем в Спартаку Мы еще не вылетим из Кубка Мы вылетим только в нижнюю сетку И дальше по нижней сетке мы точно так же можем дойти до Грандфинала Где можем точно так же еще раз встретиться Например с тем же самым Спартаком Короче, запутанная схема Много раз вам о ней рассказывал Не берите в голову Главное знать о том, что со Спартаком матчи важные Но еще не решающие Проиграть им в общем и целом можно Локомотив на втором сборе не показал ничего Что я хотел бы от Локомотива И судя по интервью Галактионова Галактионов сам расстроен тем, что в Локомотиве происходит Матч с Урарту ему опять не понравился Локомотив снова не делал то, что он должен делать Хотя нагрузочки потихоньку уходят Они уже меньше бегают Хотя опять же, как не посмотришь видео Они все равно куда-то бегут, бегут, бегут И эта беговая работа никуда не уходит Такое ощущение, что не к футбольному сезону готовимся А к пробегу московского марафона Но это все лирика Об итогах работы мы узнаем только по весне Причем даже не по началу весны А скорее ближе к апрелю-маю Но разные подходы есть Вот можно как Спартак бегать прямо сейчас Всех обыгрывать Можно заниматься упорной физикой А результат будет только в сезоне И кто прав, расскажут результаты Собственно вот этой самой весенней части Локомотив провел довольно блеклые товарищеские матчи Мы выиграли у Урарту в очень среднем матче Но как показала опять же практика Тот же самый Урарту доставил много проблем Зениту Поэтому в этом плане сложно ругать наших футболистов Мы у них выиграли Выиграли благодаря отличному забегу Михаила Щетинина и Максима Глушенкова Глушенков прострелил на Игнатьева Но нашел ногу одного из защитников Урарту У Урарту было пару моментов Они били по воротам Но слава богу в этих воротах оказывался Илья Лантратов И вообще Илья Лантратов за прошедшие пять товарищеских матчей А он всегда играл там не меньше тайма Пропустил ноль голов И это отличный показатель Я прям очень рад, что Илья с нами Что он в нашей команде И особенно рад, особенно часто я это отмечаю То, как он руководит действиями обороны Чего от Дани Худякова, например, особо не дождешься И вот в матче с Урарту тоже это было прям явно слышно Как он всех расставлял, как он всеми руководил Это очень прекрасно И благодаря этому, я думаю, что и вот эти вот самые его нули в каждом матче продолжаются Надеюсь, что и в матче с Уралом он тоже не пропустит В любом случае у нас есть основной вратарь И это очень и очень здорово Чего у нас не было, так это нападение Вот теперь появился Артем Дзюба Собственно, наверное, поэтому я и жду его на матч с Уралом И так сильно жду эти самые матчи с Уралом И еще одного товарняка, который должен быть 15-го числа Но мы до сих пор не знаем, с каким соперником он будет Потому что вроде как Шаньхай и Шиньхуа слились с этого матча Но в календаре, который выпустила пресс-служба Этот Шаньхай и Шиньхуа присутствуют И Галактионов сказал, что у нас будет два товарняка А в календаре на официальном сайте стоит один товарняк Короче, полная путаница И вообще у меня огромное недовольство тем, как работает наша пресс-служба Начиная с какого-нибудь там 20 января До этого я их хвалил До этого мне очень понравились материалы Мне очень понравился материал с новичком команды Конти Который приехал Мы очень много о нем узнали И классный, действительно классный материал Но при этом мы не видим никакого материала с Сергеем Пеняевым Мы не видим никакого материала с Максимом Глушенковым Мы практически не понимаем, что творится на тренировках Мы не знаем, что произошло с Уилсоном Исидором Который уехал из клуба Появилась официальная информация о том, что Исидор не прошел медосмотр в Леоне Который вернулся в клуб И мы об этом знаем, потому что он попал в кадр телекамеры Матч ТВ На товарняке Сурарту А клуб? Сам клуб ничего об этом вообще не сказал Ну типа, а что Исидор? Ну подумаешь, нету Исидору уже на фотографиях две недели, если не больше Ну а что, ну с кем не бывает? Ну нету и нету Крупукаса вон тоже нету в матчах товарищеских Ну зачем вам это знать? Вам это знать незачем, вы всего лишь болельщики И плевать на вас мы хотели Ну так нельзя работать Позапрошлая пресс-служба, еще доля Анида Шлыкова Тоже думала, что ну болельщики и болельщики Мы работаем не для них, мы работаем для руководства Мы будем выполнять их хотелки Ну и поплатилась за это, никто их не любил И в конце концов их прогнали Эти рискуют закончить тем же самым И это, честно говоря, очень и очень грустно Ну слава богу, для нас хотя бы нормально показ товарняков сделали Потому что первые товарняки это просто вырви глаз было А матч Сурарту уже вполне себе приятно было смотреть Тем более, что его комментировали не кто-нибудь Астагниенко и Александр Григорян Если вы не смотрели этот матч с комментарием Александра Григоряна Я честно, настоятельно советую вам посмотреть Именно вот со звуковым сопровождением Потому что в отличие от многих комментаторов В отличие от многих людей, которые говорят о локомотиве штампами Это вот ну вообще тренд нашей спортивной журналистики Но о локомотиве очень много говорят штампами Вот Григорян говорил совершенно не зашорено мнение Вот он говорил то, что он видит И это прям вот классная объективная картинка от специалиста Я действительно настоятельно советую Пересмотрите, можете на ускоренной перемотке Это займет там час-полтора вашего времени Но вы действительно получите объективные знания О том, как играл локомотив Сурарту Кстати, еще было анонсировано интервью Слуцкого с Галактионовым Но когда оно выйдет, пока непонятно И его я тоже жду с большим нетерпением Потому что Слуцкий это специалист Человек из тренерского ремесла Который может задать те вопросы Которые, конечно, ни один из журналистов не задаст Очень сильно этого жду Но это анонсы, это планы Мой выпуск Еженовостей заканчивается Ждем воскресенье, ждем матча с Уралом Приглашаю всех на трансляцию на vkplay.live Ссылочки все в описании Жду всех вас на Boosty Там тоже много всякого интересного происходит Вот буквально на днях сделал видео О осеннем этапе карьеры Артема Дзюбы и Игоря Смольникова Потому что этот самый осенний этап, я думаю, что прошел мимо очень многих Если не мимо всех И мимо меня, в частности, он тоже прошел Если Игоря Смольникова я еще хоть как-то видел в торпеды То про то, как играл Артем Дзюба в Турции Я не знал вообще ничего Ну и вот там вот с видео мы посмотрели фрагменты, моментики И какое-никакое впечатление об их форме и об их игре составили Так что подписывайтесь, я думаю, что это довольно интересно На сегодня все Пойду монтировать Судя по всему, видео опять получается очень долгим Но сделано оно с любовью и для вас Пока!